Наша трибуна Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон в студии 847-400-5200 И до того, как мы ушли на перерыв Наш радиослушатель задал вопрос По поводу повестки Дональду Трампу-младшему В комитет по разведке Сената США Вы знаете, что В Сенате большинство принадлежит Республиканцам, соответственно Комитет возглавляет республиканец Сенатор из Северной Каролины, по-моему Ричард Берр Якобы республиканец его называют Рина Републикан in name only И по этому повестку По существующим правилам Не может выписать Скажем там один демократ Или демократ Или республиканцы Это должна быть подписано обязательно И республиканцами И демократами То есть Ричард Бор Вообще Затянувшиеся вот эти Я к нему относился всегда С большим подозрением По ходу вот этого расследования Которое они проводили Я его слушал Его интервью иногда И такое впечатление у меня складывалось Что он подыгрывает Демократам А точнее он ненавидит Трампа Вот такое впечатление у меня складывалось Когда я его слушал И похоже что я Не ошибся Похоже что он забыл Что он уже давал показания Нескольким комиссиям В 27 часов В 27 часов Более 20 часов А Трамп младший Давал показания Комитетам Нескольких комиссий Комитетам Комитетам Сената Конгресса Да Ну что сказать Если уже 17 или 19 Злых демократов Многие из которых Ярые сторонники Хиллари Клинтон Которые Приложили максимум усилий С тем чтобы накопать на Трампа Хоть что-то Не смогли Ничего такого накопать То трудно себе представить Что эти оболтусы Которые сидят в Сенате Могут до чего-то докопаться Что могло бы повредить Репутации Трампа Единственная цель Которую они могут Преследовать Которые достижимы Это Как можно больше Говорить Унижать Оскорблять Дергать Поливать грязью То есть создавать Так называемый Черный пиар Да Есть еще специфический термин Новостной Подождите Ну хорошо Информационный повод Для проституток В средствах массовой информации Информационный повод То есть МСНБС СНН СНН АБС СБС И так далее Все по списку Будут Мусолить Это И Каждый раз Будут приглашать Какого-нибудь Эксперта Который будет Рассказывать О том Что Ну вот Ты же помнишь Два с половиной года Нас убеждали Что Трамп Не только колодят С русскими Но он предатель Он действует Он шпион русский Он действует В интересах России Подождите А что продолжает Все равно говорить Продолжает Несмотря на все эти отчеты Вот И это будет Еще один информационный повод Ты не скажи другое Почему Ричард Бур До сих пор Он является Председателем Комитета Комиссии Если Простите От него Отвернула Вся республиканская парка Его Да Судили практически Его ненавидят Все республиканцы О нем В твиттере Такое пишут Почему он до сих пор Остается Вот председателем Этой комиссии Вообще Ты помнишь Что Я посмотрел Его биографию Он работал Менеджером В компании Которая продавала Синокосилки До того Как был избран Но у него Там какие-то Кто-то из его родственников Когда-то убил Джефферсона Вот я где-то читал Вот это история У них такая У них такая история Большая Были бор В Сенате Там из Нью-Йорка Кто-то Ну какой-то Из их Ну они Послушай Его республиканцы Он получил Это место Обычно Как получает Место Председателя Комитета Его получают По старшинству В чем-то Ты знаешь Синьорити что Я не знаю Синьорити Ну посмотри Ты знаешь В конгрессе Я слушал Несколько было Программ Конгрессмен Не помню откуда Рассказывал О том Как назначаются В комитеты Просто В комитеты Не говоря уже О председателях Все зависит от того Сколько денег Человек соберет Это само собой Но там получается Ты понимаешь Вот смотри Как попала Максим Уотерс Вот как она попала Представленном Комитете По финансам Да Она попала Потому что Подошло ее время И ее поставили Представленном Комитете То есть По выслуге Как говорится Убрать его В принципе Республиканцы Не могут Почему Потому что Он не делает Ничего такого Чтобы его убрать Его нельзя просто сместить Ему нужно объявить Импичмент И мы уже знаем Что такое Объявить импичмент И насколько это тяжело Поэтому он остается В общем Подыгрывает Его Ты понимаешь И два мотива Мы можем спекулировать Либо он по-прежнему Так же ненавидит Трампа Что использует Любую возможность Чтобы ему насолить Либо какой-то Меркантильный Либо он по-прежнему Ненавидит Трампа И не может Ничего с этим поделать Или 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 получил Какой-то Какой-то там Ну вот смотри Сереж Вот я не знаю Ты слышал Коми Ну трудно себе представить Что человек Который столько лет В политике Он был в Конгрессе Теперь в Сенате Начиная с 94-го года По-моему в Конгрессе Трудно себе представить Что вот этот шаг Он вредит партии Он вредит Государству нашему Он вредит избирателям Он вредит Трампу Трудно себе представить Что он этого не понимает Ему сказали Что если ты не умеешь Держать закрытой шаринку Хотя бы рот закрытым держи Помнишь да Он понимает прекрасно Просто ты говоришь Он вредит партии Он вредит Может быть и партии Но он работает На невертрамперов И он работает Именно на вот этот На этот свамп Которому он принадлежит Наверное получил денег Да ничего Амбиции какие-то Может быть Может денег получил Ты же помнишь Это факт Что во время Праймарис 16-го года Сорос Отворил денег Кейсику Джона Кейсику На избирательную кампанию Во время Праймарис Вот так что Смотри Меня до сих пор удивляет Одна интересная вещь Коми выступает на CNN Не просто выступает А устроили Таунхол Да Таунхол Это что обычно делается Для людей Которые рануются В офис Большой Или в Сенат А то и в президент Им нужно себя Как-то показать Проявить Напрямую с народом Да Но Ты понимаешь Что за это кто-то платит Конечно Ни один таунхол Не собирают Просто так И не верят Ребята Давайте соберемся Поговорим Это час эфирного времени Который стоит Хренову тучу денег Представляешь Кроме эфирного времени Сам таунхол Собрать Это стоит денег Кто-то это должен проплачивать Значит То что это не проплачивает Например Джордан Да Конгрессмен Джордан Это 100% То что это не проплачивает Линдзи Грэм Это тоже 100% Значит Это проплачено Демократами Таунхол Которого Человека Которого демократы Орали Давай на дыбу И больше никуда Да И после этого Он выступает На CNN Мы все прекрасно знаем В какую сторону Тянет CNN Вот Какую ему Можно дать Credibility Да Как это сказать Поблажку Нет Именно Credibility То есть Верить Насколько ему Доверие Вот Как ему Можно Выявить Какое-то доверие Человек Который Выступает Якобы Республиканец Выступает На CNN И тянет Мазу За Демократ Вот тебе Пожалуйста Ты Я ведь Да У нас Звонки Добрый день Добрый день Еще раз А возможно Проигнорировать Эту повестку Или Это будет Себе Дороже С одной Стороны Да С другой Стороны Но я не думаю Что она дальше Куда-то Пойду По идее После того Как повестку Проигнорировали Они могут Объявить Incontent Неуважение К Конгрессу К Конгрессу К Сенату И обвинить его Чего не случалось 1935 года Пока что Они могут Обвинить его В неуважении К Сенату Ну за этим Что может последовать Они могут Обратиться в суд Чтобы Ну и Я знаю Как в Нижней Палате Импич А откуда Импич Гражданский иск Предъявить Что за неуважение Штарфовать Там на какую-то сумму Или даже Посадить То есть Ты понимаешь Что теоретический Контент Подразумевает Под собой Срок Срок До одного Года То есть Вот это Теоретически Могут Посадить Или наложить Большой штраф Но для этого Они должны Проголосовать Всей комиссии Но я не думаю Что в комиссии В Сенате Найдется Большинство Поскольку Большинство Принклиниров Республиканцев Которые Такие же Продажные Шкуры Как Ричард Сейчас Хотят Вменить Бару Неуважение Конгрессу Давайте Примем Следующий Звонок Добрый день Брать оттуда Добрый день Я хочу сказать Что Вообще Это Те Кто На Трампа Все время Создают Какие-то Дела И Как сказать Они мешают Работе Президента То есть Они Как Враги Америки Почему Их Нельзя Привлечь К ответственности За Ложные Так Сказать Ну Наговоры И все Прочее Введение Огромных Средств Денег На Расследование Два года Длилось И так Далее Нельзя Их Привлечь К ответственности Это Враги Народа Враги Спасибо большое Я так понимаю Вы немножко Неправильно Понимаете Они Они Делают Свою Работу То есть В их работу В их обязанности Вменяется Вот эти вот Расследования Надзор И так далее Поэтому Их Обвинить В принципе Нельзя Единственное Вот что Другое дело Что Вся Эта Буча Поднялась Потому Что Бар Генеральный Прокурор Намерен Расследовать Темные Делишки Демократов И они Похоже Не успевают Менять Да Памперсы Или Отчет Не забывайте Что Когда В 99 Году Прокурор Расследовал Клинтона Манику Левинский Да То Джерри Тогда Кричал Что Это Расследование Никому Не надо И не надо Это Опубликовать Видите У него Короткая Память У него Хорошая Я имею ввиду Короткая Кавычки Не видно Добрый день Говорите Вы в эфире Здравствуйте Я бы хотела Высказать Потому что Меня наболело Во первых Я хочу Анатолию Сказать Что Мне очень нравится Как вы ведете Передачи От вас Я Такую Спокой С себе Уверенностью Уважением Вы хотите Объяснить Сложные вещи Людям Я бы хотела Немножко Ваши радиостанции 12.30 Я часто Слушаю И у них Было Прерывание Звука Я звонила Пару раз И хода Сирина Прерывала Разговоры Однажды Позвонила С рабочего Телефона И сказала Что У вас Прерывается Звук Невозможно Он бросил Трубку А потом Он мне Звонил На мой Рабочий Телефон 8 раз Но я Работаю В реанимации Я не могла Взять У меня И в последний раз Это стычка С Бабичем И он сказал Что это Недопустимо Чтобы моих Работников Оскорбляли Или говорили Плохо Это очень Важная вещь Он сказал А как он Допускает Бабичу Постоянно Оскорблять Других Работников Других Адеростанций И называть Мистер Зу Мистер Жужащий У каждого Человека Имя И фамилия И надо Уважаться С уважением Если ты Такой смелый Назови имя Назови фамилию Он не может Я прошу прощения Я прекрасно Помню эту историю И какой он знаток И когда Звонит человек Мак Я его лично знаю Он очень пожилой человек Он работает Он грамотный инженер Он знает хорошо Эту страну И разбирается В политике И в последний раз Когда он звонил Он его просто Расоптал И он сказал Здесь он на Комаровске Тебя может поставить На место Он забыл Что у Бабич Его тоже Несколько раз Стало на место И рассказывал Сколько денег Люди ему платили Спасибо большое Это другое радио Мы не будем сейчас Их обсуждать Единственное Что когда Не называет Вещи своими именами И не называет Имена в открытом эфире По одной простой причине Люди боятся Что их будут Может быть даже судить Поэтому если они Не говорят в открытую Олег Патлах Или Толик Червец У них не знаю Много времени Потеряли Тратим на это Ничего обсуждать Ничего обсуждать Много юродная сестра В Иерусалиме Сережа И обучен Он стоит Практически не реагирует Без движения Алигейл из Хайфа Пишет Я вижу много американцев Которые говорят о том Что Израиль устраивает Второй холокост В Газе Это удивительно Это удивительно А действительно Это правда Я тебе больше скажу А есть еще и евреи Которые это говорят Это просто стыд И стыд и позор Шалом Ахшав Да Мир сегодня И так далее Да Так что К сожалению Действительно Это правда Ни один из кандидатов Президента Демократической партии Не выступил С осуждением Вот этих Зверских Бомбардировок Израиля Более 500 ракет По-моему 600 ракет В общей сложности Было Выпущено По Израилю Где-то там Причем Я смотрел видео Это жутко Когда залповый огонь ведется То есть Не одна ракета Дурная Вот как они раньше Пускали эти самоделки Да Болванки Болванки Да Это настоящие ракеты Такие установки Которые залпового огня Они просто кучами Летят ракеты И конечно же Наверное Этот железный купол Не в состоянии Перехватывать Нет Они не перехватывают Все ракеты Нет И все это Вот сравните Деятельность администрации Президента Трампа И бывшего президента Бывшей администрации Обама Ведь Все понимают Что это ракеты Поставленные В Израиль В газу Из Ирана Иран финансирует Иран поставляет Помогает им Что делал Обама Обама отправил Миллиард 300 миллионов Кешью Помните Эту историю Там самолет Полетел в Швейцарию Поменял Доллары На различную валюту Загрузили Палотами Такими Валюту В самолет Привезли Аэтолам дали И вот Теперь эти деньги Которые Обама Отправил Аэтолам Это они падают На голубы Изрыг Ты знаешь Это деньги Которых мы знаем А наверное Есть еще деньги Которые мы не знаем Обама разморозил 150 миллиардов долларов Замороженных средств Которые позволяют Им во первых Развивать свои Эти ракеты Атомное оружие И сфинансировать Хизбалу Хамас Все что хотите И вот И что делает Трамп Трамп отправил Авианосец Берегам И предупредил Помпео заявил Если Чего-то Какое-то шевеление В сторону Наших интересов Или наших союзников На Ближнем Востоке Вы об этом Пожалеете Я просто хочу Добавить к этому То Что Дорогие друзья Те которые Ратуют за Обаму Которые считают Что Обама Все равно был Наверное Самым лучшим Президентом В истории Америки Поймите Или Примите Один такой Факт До того Как Обама Отправил Деньги в Иран Иран Фактически Был На грани Краха На лайф-суппорт Просто лайф-суппорт То есть все что нужно было делать Это чуть-чуть дожать И вообще Ирана бы больше Я не имею ввиду как страны Но правительство Айатол Больше бы не существовало Что делает Обама Ваш лучший президент В Америке Который получил Nobel Peace Prize Нобелевскую премию Мир Он отправляет Вот эту Тучу денег В Иран Зная о том Что там Сжигаются Американские флаги И Возгласы Смерть Америки Он отправляет Эти деньги Туда Иран Вновь Прямо вот Как птица Феникс Воспорял Из пепла Мало того Что он теперь Атакует Израильские границы Так мы еще Должны тратить Деньги Вот на этот Ракетоносец Который пошел В Средиземное море Для того Чтобы предупреждать Иран Понимаете Кто-то ведь Это же наши деньги Кроме того Что им дали Наши деньги Для пользования Мы еще Тратим деньги На то Чтобы от них Обороняться Вы себе представляете Эти средства Были использованы На возобновление И продолжение Нуклеер вепон Ну Программы Ядерного оружия Которое Должно быть Использовано В принципе Против нас У нас осталось Три минутки Есть звонки Может дадим возможность Добрый день Алло Алло Да пожалуйста Да да Здравствуйте Извините Может вы Уже об этом Говорили Но Когда я услышала Что Они сравнивают Отношение Израильян К халапорту Я вспомнила Кто первый Об этом заговорил Это наш замечательный Обама В своей речи Когда он сказал Что Вот У евреев Был холокост А теперь Я не устраиваю Черную жизнь Благодаря своей оккупации Это сказал Обама Первый раз То есть Он несколько раз Это повторял В своих предыдущих И последующих речах И что я хочу сказать Что те евреи И не евреи Которые поддерживают Этого бандита Это бандит Значит Они соучастники Преступления Вот и все Спасибо за внимание Спасибо вам Очень правильно сказали Что вы спорили А я не буду Добрый день Вы в эфире Добрый день Конечно Он отдал деньги Замороженные Иранского правительства Это было частью Договора О приостановке Всех ядерных испытаний И изготовления ракет Это было частью договора Хорошо я понял Это было не частью договора Это было частью аферы Которую Байден с Обамой Протолкнули В глотку американскому народу Этот договор никогда не был Ратифицирован в Сенате Это даже не был договор Потому что договор Ратифицируется в Сенате Это была некая договоренность Между Обамкой и Аэтолами Которые никогда даже Даже иранцы его не подписали Это была обычная афера Я не знаю Какой кикбэк получил Обама И его миньоны Из этих миллиарда Трехсот миллионов долларов Которые они кешью Отправили в Иран Я не знаю Сколько туда дошло А сколько осталось В кармане У ублюдков В Америке Это никакой не договор Это Об опасности этого соглашения Предупреждал Израиль Об опасности этого соглашения Предупреждали республиканцы Здравомыслящие Неужели Неужели вы думаете Неужели вы думаете Что на самом деле Иран Получив деньги Собирался их использовать В мирных целях Но нельзя же быть таким наивным Вы же понимаете С какими режимами Вы имеете дело С какими Аятолами И прочими Мы имеем дело Мы же знаем Что исламизация Всего мира Это цель Их цель И уничтожение Израиля и Америки Если человек верит в то Что вот эти деньги Были отданы За договор По Ядерному Безоружению То тогда Ответьте мне пожалуйста На вопрос Какое ядерное вооружение Вы проследили С тех пор Как Иран Получил эти деньги Скажите мне пожалуйста Какое О каком ядерном Разоружении Мы сегодня говорим По вашей же логике Между прочим Господин Все знает Никакого Разоружения Не было Как проводились Программы По Производству Ядерного оружия Так и Производится И действительно Израиль об этом Предупреждал Не один раз Ну кто же Слушал Ну К сожалению Мы должны Погреваться Вернемся буквально Через несколько минут Никуда не уходить